Альпинизм Добрый день. Как вы знаете, правительство нашей страны делает особый акцент на развитие горного туризма. Как вы оцениваете развитие этой отрасли? Наследие у нас хорошее в туризме. В Советском Союзе туризм очень активно развивался. В частности, горный туризм и местный туризм всегда поощрялся и развивался, так как не было возможности выезжать за рубеж в советские времена. Но сейчас, в настоящее время, я бы оценил местный туризм, в частности, горный туризм наш, отечественный, в зачаточном состоянии. Потому что, в принципе, много людей хотят ходить в горы, некоторые ходят в горы, но все это происходит самостийно. То есть нет определенной системной работы, которая направлена на развитие, на обучение, на обустройство гор в плане безопасности, узнаваемости и логистики. Было бы хорошо, если бы все маршруты популярные, по которым ходят горожане и гости, условно, Алматы, были пронумерованы. Имели определенные на картах отметки. На самих маршрутах стояли бы указатели. В каких-то определенных местах были бы уже стационарные места отдыха, стоянки для палаточных лагерей. Несколько лет тому назад у меня зародилась идея, мы стараемся по мере возможности ее реализовывать, создание Казаха Альпин Клаба, где основной моделью является предоставление отдыха, в частности, в горах, по европейскому стандарту. В октябре в очередной раз приедут к нам агентства. Они уже помогают, они уже тоже пригласили, опять же, инструкторов и гидов вот этого австрийского Альпин Клуба, которые придут и пройдут по нашим казахстанским маршрутам. И не сразу, может быть, присвоят им европейские знак качества, но, по крайней мере, оценят перспективу наших горных троп. А я уверен в том, что наши горы имеют колоссальный потенциал в плане экологичности, в плане натуральности. Вот то, что не хватает как раз европейцам. По вашему мнению, насколько государство уделяет должное внимание развитию горного туризма в Казахстане? Есть ли перспектива для бизнеса? Я думаю, даже в плане регулирования и через систему разрешительных нормативных актов можно стимулировать туристическую деятельность от народа. Никогда государство дает программы и насаждает определенное направление развития этого туризма. Наоборот, дать возможность человеку развиваться. Вот сейчас мы очень много говорим о том, что горы закрыты для иностранцев, в горах там все опасно, надо закрыть границы на замке. Все, в горы не ходить, потому что это приграничная зона. Да, это, я думаю, не положительно влияет на развитие туризма. Мы же гостеприимная нация, мы всегда рады гостям. И если будут приезжать люди, мы будем показывать, как мы живем. Да, у нас есть прекрасные города, у нас есть суперсовременные здания и все такое, но у нас ведь, как у нации, есть душа и красивая душа. Говоря о развитии горного туризма, нужно иметь в виду, что у нас имеются прекрасные условия. То есть это красивые горы, где можно совершать восхождение в течение года. Как вы считаете, есть ли возможность развить этот вид так же успешно и высоко, как в Австрии или Швейцарии? Я, побывав в Европе, не видел каких-то грандиозных конкурентных преимуществ европейских гор от наших. Я бы даже сказал, что наши горы имеют более конкурентные условия, то есть лучшие условия, чем в Европе. Но у нас нет сервиса. То есть нам надо еще поднять этого сервиса на европейский уровень. У нас все прекрасно. У нас грандиозный потенциал. И за эти потенциалы уже соскучились те же самые европейцы со всего мира. Я бы так сказал, что члены альпин-клубов, да, вот этой системы, это социальная система, это не государственная система альпин-клуб. Это просто сообщество людей, которые любят ходить в горы, любят активно отдыхать, любят ездить на природу, да, которые там занимаются любыми вещами вне комплексов. В мире все большую популярность приобретает такое движение, как ски-альпинизм, хотя оно появилось относительно недавно. Насколько мне известно, оно сочетает в себе горные лыжи и альпинизм. Насколько это движение популярно у нас и какие перспективы вы видите? Я бы сказал так, что не ски-альпинизм, а ски-тур называется, ски-туризм. То есть, потому что есть понятие горнолыжный отдых, да, когда человек там на горнокурорте пользуется канатными дорогами, это одно. А есть понятие ски-тур, потому что ски-альпинизм – это когда альпинист лезет на горы и спускается там с вершин на лыжах. Таких у нас людей единицы. Даже я сам так не делаю, потому что уровень подготовки у меня недостаточно высокий, и, может быть, уровень адреналина уже не тот, и экстремальными вещами я уже в силу того, что семейный человек, не занимаюсь. Но есть понятие ски-тур. Когда даже в тех же самых рамках горнолыжных курортов можно заниматься ски-туризмом, да, ски-туром. Поэтому мы уже второй год развиваем эту тему здесь, в Алмате. У нас уже есть там в нашем альпин-клубе большое количество снегоступов, когда мы можем людям давать снегоступы и организовывать группы хождения с гидом по горам на снегоступах. Это тоже новый отдых. В Европе вот этот сноушуинг, да, то есть хождение по горам зимой на снегоступах, он очень популярен. Не так много людей пока в нашем сообществе, но у нас уже есть общественная организация, называется она Off-Piste, то есть люди, которые катаются вне трасс. То есть есть укатанные трассы, где катается 99% всех отдыхающих в горах зимой, да, на горнолыжных курортах. А есть 1% сумасшедших людей, которые не любят кататься, где катаются все, они любят кататься вне трасс, по пухляку, то есть по свежему снегу. С каждым годом все больше иностранцев приезжает на скитур-программы, когда приезжают определенные, в Свейцарии каждый год приезжает у нас группа 20, из России приезжает по 30 человек. Они живут в горах, да, у нас там есть определенные домики, там есть условия определенные. И в горах ходят по ледникам, спускаются с вершин на лыжах. Владимир Высоцкий пел. Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал. Многие говорят о том, что горы меняют людей. Чем вас привлекают горы и насколько они вас изменили? Горы привлекают своей чистотой, своей открытостью. И тем, что те люди, которые ходят в горы, они открытые и жизнерадостные. В основном, в основной своей массе. Потому что человек, когда идет в горы, знаешь ты этого человека, не знаешь, все друг с другом здороваются. И все понимают, если кто-то ногу подвернул, никто не пройдет мимо. Все будут помогать. Потому что чем больше будет людей получать позитивную энергию в горах, тем красивее и добрее станет жизнь здесь, у нас, в городе. Какие из своих восхождения Вы могли бы отметить? Какие Вы еще планируете совершить в ближайшее время? Ну, наверное, о своих прошлых восхождениях уже говорить как-то неудобно. Но вот о новых интересных проектах я бы сказал. В этом году принял решение все-таки совершить восхождение на высшую точку Южной Америки. Это вершина Аканкагуа. Она находится в Аргентине. И, наверное, скорее всего, буду планировать это восхождение на январь 2016 года. Это восхождение будет совершено в рамках моей программы «Семь вершин мира», которая входит в более глобальную программу «Тотал саммитс». То есть глобальная программа совершить восхождение на все высочайшие вершины континентов и пройти на лыжах на Северный полюс и на Южный полюс. То есть такая вот у меня есть программа. Но у меня впереди вся жизнь. Большое Вам спасибо за интервью. Желаю Вам успехов в Ваших делах. Спасибо Вам, что пригласили меня на эту передачу. Своей стороны хотел бы тоже, пользуясь случаем, пригласить всех людей, казахстанцев, в горы, потому что это замечательное место. И не надо его исключать из своих планов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...